В полдень 22 августа со стороны леса послышался шум автомашины. Вскоре на дороге показался немецкий грузовик, в кузове которого находилось около десятка человек. Машина въехала в деревню и остановилась. Из кабины вышли два незнакомых нам офицера. За ними следовали пять автоматчиков в немецкой форме с красными нашивками на рукавах. Первым к нам подошел высокий, стройный, сероглазый блондин лет 37 в черном кожаном пальто, фуражки командира Красной армии, на которой виднелась новая пятиконечная звездочка, и начищенных до блеска сапогах. Так описывал секретарь Минского подпольного обкома партии Роман Наумович Мочульский первую встречу с Владимиром Гиль-Родионовым. Тем самым Родионовым, который командовал первой русской гитлеровской частью. За первые месяцы Великой Отечественной войны немцы захватили в плен более трех миллионов русских военнопленных. Лагерь в Сувалках, на территории оккупированной Польши, представлял собой огромное поле, обнесенное колючей проволокой, где без крыши над головой теснились тысячи пленных. Евреев и советских комиссаров ждала немедленная расправа. В то же время Абвер пытался вербовать советских граждан в ряды немецких вооруженных сил. В Сувалках этим занимался штандартенфюрер Гоффман, один из руководителей германской разведывательно-диверсионной организации Цепелин, созданной для работы в советском тылу. Именно он обратил внимание на Владимира Гиля, взятого в плен в июле 1941 года под Толочином Витебской области, так как немецкая разведка быстро узнала о его происхождении. Этот советский офицер был выходцем из немецких баронов Лютенгаузен-Вольфов, которые оказались в России еще во времена Петра Первого. Потомок знатного рода, Гиль в совершенстве владел немецким, французским и польским языками. Он согласился работать на немцев, и уже в декабре 1941 года Гиля назначили на должность коменданта в лагере Сувалки. Владимиру Гилю поручили отобрать русских военнопленных для создания националистического отряда для борьбы с большевиками. Так появились первые русские военные части, прообраз будущей русской освободительной армии. Они получили название Первой русской национальной бригады. Самого Гиля немцы переименовали в Родионова. Зачем? Он и сам не знал зачем. Наверное, подобрали более русскую фамилию, а может Гиль казалось им слишком похожим на Хайль. Гиль Родионов был достаточно убедительным. Ему удалось повести за собой военнопленных. Вскоре в лагере немецкой организации Цепелин, занимавшейся подготовкой диверсантов из числа советских коллаборационистов, немецкие инструкторы стали работать с Гиль Родионовым и теми, кто ему поверил. Всего через три недели дружина, как окрестили это формирование для подчеркивания связи с русскими витязями, успешно вступила в бои с польскими партизанами армии Краёвой. Вскоре после первых успехов на Ниве борьбы с польскими партизанами, первая русская национальная бригада СС «Дружина» была направлена в Смоленск, а затем в Могилёвскую область, где участвовала в карательных операциях. Несмотря на хорошую исполнительность и высокую дисциплину дружинников Родионова, уровень доверия немцев к ним был невысок. Так, Вальтер Шленберг, глава разведки СС, отмечал, что лично просил Гиммлера отказаться от использования дружины в борьбе с белорусскими партизанами во избежание дезертирства. Для отстранения Родионова от командования была даже направлена специальная комиссия, однако тот сумел отстоять свою должность, хоть и пошел на некоторые уступки в виде ряда, переданных на переформирование подразделений. С августа 1942 года бригада Гиля Родионова в составе 500 человек, усиленная 150 немцами и полицаями, охраняла железные дороги в Белоруссии. Она несла потери, правда, не совсем боевые. В ноябре 1942 года одна из рот, охранявшая мост от партизан, сама взорвала его, перебила немцев и ушла в лес к партизанам. До оккупантов уже доходили слухи, что партизаны и родионовцы почему-то не стреляют в друг друга. А летом 43-го во время крупной антипартизанской операции с привлечением нескольких дивизий народные мстители неожиданно вышли из окружения именно на участке Родионова. Гиль прекрасно понимал, что немцы этого ему не простят никогда, и перед ним все острее вставал вопрос о целесообразности дальнейшей борьбы против СССР. И после личной встречи Родионова и командира партизанской бригады «Железняк» Ивана Титкова 16 августа 1943 года стороны договорились о слиянии. Родионов выпустил соответствующий приказ, объявляющий об образовании вместо бригады СС-дружина первой антифашистской партизанской бригады. Кроме того, партизанам были выданы русские иммигранты и противники перехода, включая бывшего генерал-майора Богданова. «Я готов нести ответственность за свое поведение и поведение моих подчиненных. Даю честное слово, что буду сражаться с гитлеровцами мужественно до последней капли крови», – заявил Мочульскому при первой встрече Гиль Родионов. В первый же день перехода, чтобы доказать свою лояльность, бригада Родионова напала на немецкий гарнизон в Докшицах и железнодорожную станцию «Крулевщина». В дальнейшем Родионовцы достаточно успешно сражались с оккупантами, однако их командир все же настороженно относился к партизанам и к тому, что в ряды его подразделений вошли комиссары, занимавшиеся работой с личным составом. Бригады народных мстителей, некогда сражавшиеся с дружиной, тоже не были настроены на сближение с бывшим врагом. Тем не менее, для успокоения Родионова ему 16 сентября 1943 года был вручен Орден Красного Знамени, а сам он повышен до полковника. Погиб Родионов 14 мая 1944 года во время проведения крупной карательной операции «Весенний праздник», когда в Полоцко-Лепельской зоне в окружение попало 16 партизанских бригад. Родионовцы предпринимали многочисленные попытки прорыва и понесли большие потери до двух третей личного состава. В одной из атак Родионов был тяжело ранен и скончался. Очевидцы этого события выдвигали несколько версий гибели полковника, но почти все они сходились в одном – смерть стала лучшим исходом для бывшего предателя и искуплением его прошлых грехов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!